И всем привет, ребят, с вами Стребайк, если я записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен долгожданной игровой тематике. Наконец-таки мы, ребяточки, возвращаемся в эту темочку. Есть у нас интересное изменение, хоть и не сильное, но в лучшую сторону на устройстве Рикошет с Гелиусом. И сегодня мы вместе с вами в рамках нашего бездоната протестируем это устройство и посмотрим, как оно себя проявит в рамках нашего замечательного матчмейкинга. Если вы, так же, как и я, ждали игрового формата видеоролик, то обязательно поддержите данный видос лайком, оформляйте также подписочку на канал, ну и, конечно же, не забывайте про розыгрыш по тегу. Для этого в настройках игры в аккаунтике устанавливайте ему личный тег тег ТМП, дальше оформляйте покупку в магазине, ну и заполняйте форму, которая есть в описании. Благо, теперь у меня, ребяточки, на моем бездонате есть такие устройства, есть прокачанные пушки и впервые, впервые в рамках бездоната мы выкатим Рикошета с Гелиусом. Я видел комментарии ребят, которые говорили о том, что Рикошет с Гелиусом понерфили, но, 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 скорость зарядки энергии в секунду была минус 50 очка, стало минус 45 очка. Соответственно, скорость зарядки энергии в баллоне стала быстрее. Именно так я понял для себя это обновление, я считаю, что получается Рикошет у нас апнули. Если вдруг каким-то магическим образом я не прав, вы можете все это дело написать в комментариях, но я считаю, что вроде как, вроде как, все у нас именно так и работает. Возьмем даже эффект выстрела и возьмем Рикошетик Экстин, есть у нас такой контактик, а почему бы мне его и не взять, если у меня он имеется. Ну и сыграем сегодня, я вот думаю на Крусейдере сыграть, либо может сыграть на Хоппере. Может выкатить вот такую комбинацию, когда-то эта комбина нереально жестко показывала себя в рамках матчмейкинга. Ну и давайте попробуем, быть может сегодня у нас тоже получится очень хорошо реализовать вот такую вот интереснейшую комбинацию, повторюсь, в рамках, без доната. Так, и я, если честно, хотел бы пикнуть даже в определенный режим, но меня уже закинуло. Ладно, сейчас посмотрим, что нам предложит матчмейкинг, если что, вдруг перепикываем. Ну и ребятчики, если вы, как и я, хотели, чтобы мы вернулись полноценно с игрового формата видеороликами, ой, идеально, как раз в СТФочку хотел, то, давайте ребятчики наберем на этом видосе 150 лайков. И как только 150-очка контентовая набирается у нас, я сразу же молниеносно выпускаю следующую серию видео с игрового формата. Именно с обновленными вооружениями, потому что у нас в рамках именно этой обновы были вооружения, которые видоизменились. Так, ну и что касаемо баллона, если честно, я особо изменений-то не вижу в лучшую сторону. Как будто он-то быстрее копиться-то и не стал. Как будто... Как будто ничего в лучшую сторону-то и не произошло. Так, у нас есть флаг. Объезжаем на расходки в противничка. Так, и полетик. Ой, какой хороший полетик. До базы долетел. А что, когда что-ка, надеюсь, тиммейт доставит хотя бы? Страховочку, страховочку нет. Но только не говорите, что сейчас у нас еще и флаг вернут. Боже. Так красиво улетел, так красиво. Контактика дал на хопера рикошетти, как в старые добрые времена. Но тут ничего не произошло у нас от слова совсем. Ну ладно, ничего страшного. Не, все-таки есть небольшое плюсовое изменение с точки зрения копления баллона. Есть, есть, чувствую. Я просто относительно недавно катал на мегадонате на рикошете с Гелиосом. И тогда было еще более критически. Сейчас я вижу, что баллончик подкапливается. Подкапливается побыстрее. Да, и если... Ой-ой-ой. Чуть минус не упал. Если вы думаете, что это не так, и у нас наоборот произошел нерв, то как можно нерфить рикошета с Гелиосом, если он и так супер слабый? Да. В моем понимании это стопроцентный буст. Даже несмотря на те цифры, которые там были, которые там написали, я вижу только плюсовую темочку. Ну, по крайней мере, по ощущениям. Так. Есть там громы, есть рикошет. Ой, рикошет. Есть рельса. Гром. Гром рельса возьмем. Третью пушку я никакую не видел интересную, поэтому оставлю от Скорпа. И противник пытается у нас увозить еще и на стеночку. Еще и на стеночку летит. Падает на меня. Ой, это хорошо. Так. И нам по ощущениям, как будто надо иммунку от подавы взять. Это меня давит очень сильно этот гром. Поэтому рез я взял. И давайте я возьму еще иммунку от подавления, чтобы меня так сильно не давило. Никогда не думал, что подавление может так сильно заролять, но, если честно, то реально подава чувствуется. Так. Ну и нам надо выиграть катку. Нам надо выиграть катку. В рамках мегадоната, конечно, это супер крутое вооружение у нас уже имеется. Но! Как нам увести флаг? Вот в чем вопрос. Как нам увести флажочек? Через право, по ощущениям, сейчас уже вообще невозможно здесь залететь. А вот через лево, по идее, на контактик залетать мы можем. Так, и подбор в три танка минусом. Так, и теперь в плюс. Хорошо, громчик на мне. Громчик на мне, фулл баллон ему. Откатываем тихонько. Нужна помощь, нужен саппортинг. Саппортинг от тиммейтов, please. Please support, please. Я суперлоу. Фух, ептить. Какую доставочку оформляем через левый заходик. Вот это было четко. Вот это было по контенту. Так, ну и противник у нас сразу молниеносно пытается увести флаг. Через право, наверное, будет вести. Да, успею ли я его слить? Да, успеваю. Шикарно. Шикарно. Три шарика попал. Лоу хп он был. Возвратик оформляем. Так, и наш тиммейтс второй. Сюда контактик. Есть контактик. Хорошо. Хорошо. Пятнадцать килов у нас есть. Девять минут до конца. Здесь ям хоппером уже тоже хорошее количество килов дал противник. Попытка увоза. Блин, ну даже против резистора рикошет с гелиусом. Смотрите, как наваливает. Даже против резика. Даже против резика. Как быстро копится овердрайв у хоппера. Ё-моё. Я только что туда-сюда реализацию сделал и всё. У меня уже овердрайв накопился. Так, ну теперь попробуем через право. Смотрю, что теперь правая зонка немножко открыта. Главное в минус не упасть. Объезжаем. Так, и в подбориус. В подбориус. Подбориус. Раскрутиться. Раскрутиться. Чуть-чуть не получилось. Хотя наш тиммейт подбирает. Без донейшн какой-то подбирает. Без донейшн увозит. Без донейшн? Нет, без донейшн не увозит. Чуть-чуть не получилось у меня подобрать флаг. Если бы сразу бы молниенос там бы подобрал бы. Может быть что-нибудь интересное получилось. Так, ну пока. Пока всё равно выглядит неплохо. Блин, не успел аптечку прожать. Думал, что ещё смаку одну выдержу. Но забыл, что я на хопере. Так, флаг ещё отвезли наверх. Зачем? Зачем отвезли тиммейты наверх флаг? 200% овердрайва. Мне нужно сейчас поудишечка. Ой, хорошо. Шикарно. По хоперочку наваливаем. И, кстати, отрикошета 5 резов. 5 резов. Так, флаг у нас вернули. Значит, у нас есть шанс врывчика. Лёгенького. Вот такого. Контентного. Хорошо. Даблкил. И в полёте. Хорошо. Урабатываем ещё одного. И по доставочку. Из контактичек. Хорошо. Очень хорошо. Так, Оуди падает дроповый. Шикарно. Пока что реализация у нас каточки идёт. Пока что просто по бомбочке залётик у нас происходит. Так, ещё и овердрайв там прожимается от Хантера. Чуть-чуть шире. Чуть-чуть шире берём. Так. И сразу Оудис. А, не было аптеки. Не было аптеки. Я сжимал аптеку, чтобы вылететь. И чтобы мне не ваншотнул болот. А я просто улетел на респ. Так, противник пытается увозить. Где он везёт? Не понимаю, где флаг. А, флаг вот лежит просто. Так, ладно. Хорошо. Контролим тогда. Контролим. Подвозвратинг. Хорошо. Возвратик оформляем. И хорошо. Ещё и Хантера респим. Даже против резиста. Ребяточки, если каритосик залетает у нас с баллончика, то можно респануть оппонента. Даже против пяти резистов Гелиус работает пока что. Я даже в шоке, если честно. Я пока что даже в шоке, что у нас получается что-то. Что у нас что-то получается. В моём понимании вообще не должно было ничего получаться. А тут такой контактик под развальчик заходит. И ещё и на 4.0 уже летим. Так, лак какой-то. Не понял. Давайте без дедосов. Дедосы же все починили. Уже дедосинга не может быть у нас в игре. Так, 6 минут до конца. 6 минут до конца. Тиммейт везёт ещё один флаг. Боже ты мой. Реально мы разваливаем. Просто настолько жёстко разваливаем. Ребяточки. Я не верю своему счастью. Я не верю, что у нас попёрло. Так, есть тайминг хороший. Под залёт. Так, вжималого. Одисоса. Хорошо. Двоих рубим. В минус не падаем. Так. И чуть-чуть под откаточку. Хорошо. Уходим. Уходим под стеночку. Под стеночку. Под стеночку. Уходим. Есть. Так, но противник при этом тоже увозит флаг. Да, я так понимаю. Так, флаг я довёз до верха. Тиммейт страхует. Хорош, тиммейт. Хорош. Пуф. Ссовчик. Чётко. Так, только изида. Ай, вернёт. Нет, не вернёт. Не вернёт. Не вернёт. Не вернёт. Шикарно. Успеваем. Можно было, конечно, с ДДшки навалить по нему, а не с ДДшки. Так, васпик. Васпика. 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 Ай, бомбочка. Ой-ой-ой. Неприятно. Ой-ой-ой. Аптечку прожимаем. Так, выживаем. Пока что хилимся живём. Но мне на хопере держать флаг. Так, я бы не сказал, что выгодно. Так, но пока постоим. Есть дроповая аптечка, вижу. Играем от дроповой аптеки. Так, ну и мейт 5-0 ведём. Ух, хорошо. Ещё подвалил урона. Так, хопперы влетают. Бомба ещё одна под стеночку. Хорошо. Мы можем вообще, в принципе, сюда залезть. Не можем. Не, сюда не лезет. Если бы сюда залез бы корпус, тогда я мог бы оставить флаг в той зоне, откуда бы не вернули бы его так быстро. Ну ладно. Пока что просто держим размен. У нас размен, кстати, устраивает. У нас размен целиком и полностью устраивает. Оглушение какое-то залетает от васпика. Так, через васпика не дадим. Ой-ой-ой, молот плохо. Ладно, откатываем. Так, и размен у нас продолжается. Ну ладно, давайте я флаг скину. Скинуть флаг. Скинуть флаг! Ну боже ты мой. Ну я хотел тиммейту скинуть, чтобы он подъехал ко мне. По итогу на мне васпик с приваренной башней. И васпику с приваренной башней скидывать флаг. Это мега критическая была бы. Ну и по итогу все равно флаг просрали. Ну ладно, ничего страшного. Это всего лишь 5-1 за 4 минуты до конца. При том, что нам надо всего лишь 2 доставки. И все, что мне нужно сейчас сделать, это просто подобрать вражеский флаг. Только я подбираю вражеский флаг. У нас есть возможность на врывчик. Так, там 3 противника стоит. Будут ли они под меня въезжать? Пытаемся раскрутиться. Тише, 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 тише. Тише, тише, молот, тише. Ай, все равно меня сливает. Все равно меня сливает. Все равно меня сливает. Ладно. Хорошо. Я попробую сейчас через право. Попробую сейчас через право контактик сделать. Такс. 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 Пока что очень близко играет противник. И не получается никак ворваться. Мест донейшн наш может быть сейчас что-то сделает. Мне вообще по-хорошему надо, наверное, через лево как-то раскрутиться. Попробовать. Так, аптечку прожимает викинг. Не, не хватает мне урона. Не хватает мне в этой ситуации урона. Но подврыв. Подврыв. Играем. Шикарно три килла. Три киллочка дал. Но все равно мне в полете молот какой-то респанул. 5-2-3 минуты до конца. Блин, ну как будто уже даже чуть пассивнее надо сыграть. Как будто чуть пассивнее сыграть надо что ли. А то мы как-то покатки-то вкусненько ведем. И по идее эта победка должна быть наша в кармане. Но если мы сейчас будем отдавать так флаги, то победа может улететь из кармана. При том, что мы 5-0 вели. Васпик улетает. Васпик улетает. Я не успеваю. Я не успеваю за Васпиком. Ой-ой-ой, мешают друг другу. Нет, я не успеваю. Блин, очень плохо. Очень плохо, ребяточки, если честно. Очень плохо, что пахнет камбэком. Две минуты до конца, два флага отрыва. Блин, могут и камбэкнуть, ребятки. У нас что-то с базой начались проблемы. Это по базе катает противник как по своей. Но без донейшн. На врыв. Нет, не увозят. Плохо. Флаг у нас 5-4 уже. 50-70% овердрайва у меня есть. Но мне надо чуть-чуть-чуть-чуть аккуратненько разыграть как-то всю эту ситуацию. Подлаг сервера. Или у меня подлаг произошел. Не знаю, что там подлагнуло. 5-4-1,5 минутки до конца. Так, но здесь турбосушка уже не сработает, если честно. Турбосушка в моем исполнении не сработает, потому что здесь большое количество противников имеют резисты. Единственное, только я могу с овердрайвом задефать кого-то. Давайте попробуем сыграть пассивно. Не знаю, получится, не получится. Давайте попробуем сыграть пассивно. Попробовать не отдать эту каточку. Попробовать не отдать этот бой. Если там овердрайва сейчас будет у бойцов, то в принципе я попробую их законтрить как-то. Васпик через верх на врыв. Летит. Наш тиммейт вроде как уже под дефчик тоже становится. Вроде как понимает, что 50 секунд до конца и можно это все дело засушить. Так, Васпик влетает, мы его быстро рубим. Так, рельса вжимает Оуди. И Кенгажига тоже вжимает овердрайв. И пробует упороться в меня. Упарывается. Блин, я хопера хорошо. Наши тиммейты дорабатывают четко. 30 секунд. Последние два захода от противников. Так, Васпик с бомбой. Мимо флага. Это очень хорошо, что он мимо флага проехал. Так, ну и все. Теперь я могу рубить любого первого, который будет на подборе. Любого первого на подборе мы можем вырубать. Даже двоих можем вырубать в такой ситуации за 15 секунд до конца. Очень хороший тайминг. 45 киллов фиксируем на Рикошете с Гелиусом против шестерых резистов. И я вам могу сказать, что Рикошет-то в порядке. Это еще и без донат аккаунт. Восьмерочку. Забираем с фонда. Тысячу очков. Зарабатываем на хопера Рикошете с Гелиусом. И мне реально понравилось. Очень достойненько. Очень достойненько. И мне кажется, что с таким Рикошетом можно даже и поиграть. Ну, по крайней мере, эмоции дает великолепный этот хопера Рик. Пишите, что вы думаете по этому поводу. Обязательно поддерживайте данный видос лайком. Если вам зашел этот видеоролик. Если вы ждете игрового формата видеоматериалы. Как я уже сказал, 150-ку грузим сюда контентовую. И я сразу же записываю новый видос игрового формата. Ну и также, конечно же, ребятки, не забывайте подписываться на канал. И не забывайте подписываться на тележечку. Ссылочка на которую есть в описании. Вся информация по стримам. Ну и весь лайв-контентик выходит именно там. У меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. И всем пока.